Сети, кажется, окутали нас с ног до головы. Комфорт и оперативность общения, которые мы получаем, редко заставляют задуматься о личной безопасности. Оттого и статистика переполнена невыдуманными историями обиженных и пострадавших. Это касается введения страниц в соцсетях, совершения покупок в интернете и даже, казалось бы, безобидных репостов. О безопасности в сети – наше актуальное интервью. Кирилл Семенович, учитывая специфику работы, вы, наверное, как никто другой, знаете, что высокая технология не только комфорт и скорость, но еще и серьезные риски. Риски велики, и их сложно оценивать в соотношении с комфортом, получаемым людьми. Но риски имеют место быть по одной простой причине, что наши люди просто беспечно относятся к происходящим событиям. Интернет – это действительно часть нашей жизни, большего количества наших зрителей, уверен в этом точно. Возможно, потому мы часто забываем обращать внимание на безопасность. С какими обращениями чаще всего стучатся о помощи к правоохранителям жителей региона? Ну, как показывает практика, можно это все подытожить одной фразой – обман. В основном самые большие проблемы возникают в социальных сетях, где в том числе совершаются мошеннические действия, взламываются аккаунты, похищаются денежные средства. Это помимо того, что человек получает финансовый ущерб, помимо этого и моральный вред причиняется, с учетом того, что он перестает доверять людям, и даже своим близким. Потому что зачастую, воспользовавшись данными, которые имеются в социальных сетях, пишут мошенники или пишут лица и совершают хищение. Что касается совершения покупок в сети интернет, все больше белорусов отправляются именно туда, в том числе за комфортом и оперативностью, о которой мы говорили. Ваши советы зрителям «Беларусь-4»? Несмотря на то, что это удобно и этим пользуются все, прекрасно должны понимать, что охота за банковскими реквизитами, реквизитами банковских пластиковых карт, которыми пользуются наши граждане, она в любом случае будет, потому что люди, мошенники, люди, которые совершают противоправные действия вне зависимости от сферы жизни, они хотят заработать деньги. Это бизнес, скажем, проще. И похитив реквизиты карточки, естественно, можно сделать клон ее, можно снять деньги. С учетом того, что это преступления территориальные, люди находятся неизвестно где, то есть на территории другого государства. Найти, правда, будет очень сложно. Да, очень сложно. То есть, другими словами, вы советуете очень бережно относиться к личным данным, в том числе данным банковской карты? Конечно, естественно. Банковская карта имеет свой идентификационный номер, имеет код, и поэтому передать неизвестно кому в той же сети или посредством СМС-сообщений, или каких-то там постов, это по меньшей мере неразумно. Будем подводить итог. Думаю, согласитесь, социальные сети окутали нас с ног до головы. Почему такая жесткая ответственность в следующей озвученной мной цепочке? Лайк, перепост, жесткие правила и ответственность. Дело в том, что наша правовая культура и наша безалаберность, которая приводит к каким-то тяжелым, трагическим, не трагическим последствиям, это не трагедия, конечно, но тем не менее ломает наши планы, карьеру, и ломает планы карьеры молодых людей, которые совершают те или иные действия, если касается распространения порнографии, приводит к той ситуации, которую мы имеем. Что должен понимать каждый пользователь сети? Перепост на личной странице уже является распространением информации. А если эта информация носит негативный характер? Ну, то есть в любом случае может наступить ответственность. Уголовная, либо административная, но ответственность. По принципу неотвратимости наказания, человек, молодой человек, пускай он будет получать наказание без лишения, либо там будет альтернативно какое-то, но в любом случае это пятно, это со временем, понятное дело, что будет снята с него погашена судимость, но в любом случае какие-то планы и попытка реализовать себя на поприще исполнительной либо законодательной власти уже могут быть перечеркнуты по одной простой причине, что человек совершил прометчивый поступок, вовремя не подумав и не сделав необходимые действия, которые вообще от него должны были, по умолчанию, скажем так, даже ожидались. Ну и помимо этого, все-таки уход родителей и бесконтрольность молодых людей со стороны родителей приводит к таким последствиям. С учетом того, что все-таки родители потом пытаются обвинить всех, кого угодно, кроме себя, и что они не своевременно или вообще не сделали нужных шагов для того, чтобы предотвратить эту ситуацию. Спасибо большое за это интервью. Мне кажется, оставили хороший повод задуматься каждому, кто нас слышит и видит. Спасибо большое еще раз и до новых встреч в эфире. Спасибо.